Тот самый случай, когда мороз и солнце – день чудесный. Но это сегодня. В целом же ситуация для субтропического курорта не характерна и даже стихийная. Для городских служб такое аномальное количество осадков в виде снега было ожидаемо. Гидрометеоцентр предупреждал. Оперативный штаб по ликвидации ЧАЭС, созданный по поручению мэра Анатолия Пахомова, работал всю ночь. Всю ночь расчисткой снега занимались и комплексные дорожные машины. Дождался своего часа и снегоуборочный парк курорта. Эти так называемые грейдеры по улицам колесили без перерыва. Это конкретный экстремал. Видите сами, что творится. Вот это всю ночь и весь день. Сегодня работаем. Не спали. Ну как спать? Как спать, если что творится на дороге? Вот и стараемся. Вот это все хорошо было. Только даже горожане этого не понимают. Стараемся. Для них же стараемся. Глубина снежного покрова местами достигла 35 сантиметров. Справиться с результатом ночного снегопада оперативно коммунальщикам не удалось. Хоть и работали все в усиленном режиме. Зима по-русски, для Сочи – редкое природное явление. Правда, подобное в центре курорта уже было, но лет 35 назад. В итоге, чтобы вернуть город к привычной жизни, в каждом районе курорта работали десятки единиц спецтехники, в том числе краевой. За ночь было использовано 250 тонн песка соляной смеси. И это только в Центральном и Хостинском районах, на которые пришелся основной удар стихии. А вручную с последствиями снегопада боролась сотня сотрудников администрации. Хочу сказать, что было сделано все возможное для того, чтобы утром по основным гостевым маршрутам, по основным маршрутам передвижения автобусов, подъездов к поликлиникам, к школам, к детским садам, чтобы были расчищены. Сказать, что мы сделали все, что нужно, невозможно сказать, потому что на самом деле это стихия. Был огромный залповый выброс. Мы намерены в течение светового дня расчистить все тротуары и проезжие части. Сегодня сбои в работе были сразу у нескольких служб. Не добрались до ожидающих помощи пациентов порядка двух десятков карет скорой. Практически столько же автобусов сегодня утром не вышли на линию. Добраться до работы с утра и вправду было сложно. Но сочинцы к коррективам, которые внесла погода, отнеслись с пониманием. Мы вынуждены были идти полтора километра пешком. И таким образом, вместо обычных получаса мы потратили на дорогу два часа. Автобус был, но он идет только до низу, а наверх он не смог подняться. Все хорошо, все нормально. Погода нормальная. Мы не ощутили ничего, ни удобства, ни отнеслись. Ну, из-за глаз. Во-первых, прогулялись по прекрасной погоде и от транспорта не было задето. По расписанию автобусы заработали к обеду. Сбои в работе общественного транспорта есть. Это вынуждено, потому что, к сожалению, при таком обильном выпадении осадков, даже наша спецтехника не может добраться на высокогорные участки. Сегодня в течение дня вся та техника, о которой я говорил, продолжает работать. Имеются в необходимом количестве все запасы песко-соляной смеси. Поэтому мы надеемся до конца этого светового дня расчистить все высокогорные участки, по которым, естественно, труднее всего передвигаться. Мы примем все возможные и доступные для нас средства для того, чтобы город жил комфортно. Также локальные технарушения устраняют сочинские электросети. Часть потребителей запитана по резерву. Завершение работ планируется в течение дня. Во избежание ДТП движение транспорта было ограничено по федеральной трассе. Но все же без аварий не обошлось. Обстановка на дорогах остается сложной. Только за прошедшие сутки зарегистрировано более 80 дорожно-транспортных происшествий. Все они неотчетные. Основная причина аварии – это несоблюдение скоростного режима, несоблюдение дистанции и отсутствие зимней резины. Поэтому в настоящее время госавтоинспекция города работает в усиленном режиме. Мы просим всех жителей и гостей города воздержаться от поездок на личном автотранспорте и воспользоваться общественным. Кроме этого, необходимо быть особенно внимательным на горных склонах дорог и в горной местности. Что же касается настроения горожан, то стихия его не испортила. Как обычно, снегу в Сочи всегда рады. У меня хорошая машина с полным приводом. Я спокойно выехала и спокойно доехала до работы. Все отлично. Действительно стихийная погода. Немножко повлияла. Задержались на работу сегодня. Пешком пытаемся прорваться. Хорошо, что есть друзья, которые могут подхватить. На стадионе вот такая глубина, вот. Поле 40 сантиметров снега. Я не тренировался. А дороги как? Ну, мне дороги не волнуются. А тренироваться не смог. Прямо мы так катались, что как чуть сугроб мы с папой не улетели. Мы, в принципе, сейчас пока еще не школьники. Поэтому мы дома рады очень сильно. Дети в восторге вообще. Заполонил снег и его последствия и весь интернет. Здесь и машины, скользящие по дорогам, соответственные столкновения. Делили сочинцы в соцсетях и веселыми кадрами. Здесь, что называется, кто во что гораст. Кому-то захотелось искупаться в море во время снегопада. Другие раздеться решили прямо на трассе, но на сноуборде. А вот некоторые сочинцы воспользовались лыжами. Но уже по назначению. Добирались на них домой. Ну а снегоходы накануне тоже пошли в ход. В итоге стихия оказалась однодневной. Уже завтра погода резко пойдет в плюс.